И в этот момент, ну я так понял, я сломал свой, ну не свой, ютуб-канал заказчика. Потом пришел, через три дня я смотрю, у меня поперл ролик с Юлией Началовой. Три с половиной миллиона, то есть рост канала гипотетический, вот до трех с половиной миллиона. Привет, Созидатель! Сегодня я общаюсь с Дмитрием Гуровым, специалист по ютуб и видеорекламе. Сегодня будет основа основ, то есть расскажет о нескольких своих каналах, которые вел, и расскажет о тонкостях продвижения на ютуб, свой опыт, естественно, что можно будет донести, потому что проекты очень большие, не вся информация для разглашения. Да, Дим, расскажи, какие основные каналы, я так понимаю, мы сейчас снимаем в студии одного из твоих клиентов, где ты работаешь, в World Channel, правильно? World Fashion Channel, да. Fashion Channel, да, немножко расскажи про этот проект, и потом можешь еще несколько. Когда я пришел, было всего лишь 26 тысяч подписчиков, но ютуб-канал уже существовал, и он существовал порядка семи лет, и вот как-то в органике был технический директор, который отвечал за просто сами медиафайлы с разных показов, он их просто туда заливал, ну, какие-то теги там были оптимизационные, как бы там, кто как на тот момент знал. И вот за семь лет сумели набрать 26 тысяч подписчиков. Я пришел, у меня был KPI, ну, догнать их до ста. Ну, соответственно, я этот KPI-цель, которая мне была поставлена, выполнил. Могу рассказать, в принципе, ну, примерно, каким образом. Давай, самое интересное, мясо. Был переосмыслен вообще весь контентный план, потому что контент — это основа, все знают. И, ну, то есть мы сделали дизайн, оформление, чтобы людям вообще было понятно, для чего туда подписываться. Потому что до этого не было ни у меня понимания, если у меня нет понимания, как у специалистов, соответственно, и у зрителя тоже, скорее всего. А сформулируй, зачем подписываться на этот канал? У нас сливая аудитория женщины, которые хотели бы следить за модой и одеваться. То есть наш канал помогает держать в курсе событий каких-то новых течений, веяний вообще. То есть это польза по тому, как женщине достаточно взрослой одеваться и смотреть за какими-то новинками. Ну, как бы удовлетворять какой-то визуальный свой интерес именно по тому, что сейчас есть на рынке мировой моды. То есть у нас канал о мировой моде, о высокой моде. То есть наши подписчики достаточно сильно платежеспособные, так скажем. 95% зрителей мирового телеканала было из России. И это для меня первое показалось странным. Ну, почему так? И, ну, как бы я не быстро, не сразу, но продавил. Говорю, давайте раз у нас телеканал, вот есть такое слово, может, вам знакомо, релевантно. Да, да. И мне показалось, что телеканал должен релевантно и выглядеть, и иметь релевантный посыл. Потому что если у вас World Fashion Channel, почему у вас ролики там только на русском, почему у вас ролики называются только на русском, все оформление. То есть туда заходишь и думаешь, что, ну, как бы, только для России, что ли, вы делаете контент? То есть вы расширили аудиторию, правильно? Да. Первым делом я сделал так, чтобы этот канал, как минимум, был доступен всем англоязычным пользователям. Ну, по последнему месяцу, ну, где-то процентов 15 осталось русской аудитории из всех просмотров. Мы где-то 30 тысяч генерируем в сутки, ну, от из них 15% в России. Окей, какие еще форматы? Что принесло подписчиков? Что? Сейчас расскажу. Подписчиков принесли вот такие два промо-ролика 40-секундных. То есть мы, я использовал лично этот формат. Вот за их я продюсировал лично вот эти ролики, где я напрямую обратился на двух языках, даже на трех. Я сначала, значит, таких роликов есть три, на русском, на английском и на испанском. Сначала я тестировал на русском, и он зашел, потому что это был самый простой. Ну, я придумал оффер, текст. Здесь мы, собственно, моим путем, что важно зрителю, почему он должен смотреть. Я уместил этот 40-секундный ролик, разместил в конце кнопку, которая активная. И прямо даже с инстрима люди подписывались по этой кнопке, видя это видео. То есть я либо в ленте, либо перед какими-то другими видеороликами. Вопрос сразу. В инстриме там другая кнопка отображается, синенькая. Или можно ставить, подписываться на канал? Да, да, вот такая кнопка отображается. Синенькую я кнопку не ставил, и мы не использовали модель CPA, которая сейчас есть в YouTube. Просто оплата за показы и все, и на ту аудиторию, которую собрал сам Google, там, интересующийся модуль. Окей, чтобы была не синенькая кнопочка, а эта. То есть если синюю не ставить, галочку, то автоматически в конечной заставке элемент появится. А если ставить синюю, то в конечной заставке, я так помню, вообще не появляется. Да. И мы также использовали это и в Discovery. И потому что в Discovery кабинет Google Ads корректно считает подписчиков, а с инстрима, весь мой опыт, он считает некорректно подписчиков. Ну и, соответственно, если у вас нет этой кнопки, то, скорее всего, никакого результата с инстрима не будет. Окей, если, ну, понятно, что некорректно, но все-таки если оценивать примерно, там, как-то, наверное, находили способ, цена подписчиков, во-первых, сколько была, и с инстрима Discovery что лучше работало? При подсчете, в принципе, в последнее время я ставил только Discovery даже на подписку. Вот этот же ролик, 40 секунд, и он хорошо работал. И там один секрет я использовал, что собрал уже похожую аудиторию когда, и это, в принципе, уже модель моей работы прям постоянно. То есть когда вы, когда мы таргетировались просто на аудиторию, которую Google нам предложил, типа, вот эти, типа, женщины интересуются модой, мы на них, допустим, таргетируемся, показываем, ну, подписчик приходит, там, скажем, 60 рублей. Ну, мы, типа, ну, дорого, ну, ладно, ну, как-то стихно зубы, но мы ждем момента, когда сам Google соберет нам похожую аудиторию на подписчиков. И как только она появилась, я сразу таргет перенастраиваю, ну, и в несколько раз у меня вот 15 рублей, в общем, больше подписчиков. Это студия на международном телеканале Amodio, Wall Fashion Channel, который находится в Москве, в башне Меркурий. Собственно, тут есть зеленый фон, белый фон. Да, пойдемте, покажу, что тут вообще есть на телеканале, какие мощности, ресурсы. Тут у нас были студенты, они пытались сделать какой-то арт, но у них не получилось, и они не закончили вот эта вся стена. Но мы вот так пока включим. То есть главная зона, рецепция. Тут находятся разные кабинеты, тут диджитал-отдел, тут все уже, телеканал переходит потихоньку из вещания в ТВ, в вещания в сеть, интернет, соответственно, это Ютуб, это сайты, статейные блоги, то есть задача накачать трафиком как раз из интернета, да, то, что вам всем интересно наверняка. Моя задача Ютуб, только Ютуб. Я вот ответственный только за развитие Ютуб-канала. И тут разные отделы, тут отдел продаж, вот этот целый отдел, тут сидят редактора всего материала, представляете, порядка 12 человек. И, соответственно, тут у нас в таких кабинках работают монтажеры. Это монтажка, да, то есть монтажеров. Их у нас тоже раз, два, три. И есть еще студия, где надпись канал, один звукорежиссер, там есть кабинка, звук записи с микрофона. Это рабочее место звукопаря. Канал генерирует еще свой контент. Это разные проекты, в том числе российские. Это, то есть, не касающиеся вот этих просто показов. То есть остальные 10% контента, который есть на канале, это генерируется вот внутри. Операторами, есть штат операторов, есть штат, как вы видите, монтажеров. Да, для Ютуба я участвую в контент-плане, что касается российских проектов. Это точно, но не всегда получается влиять у меня на 100%, на весь продакшн. Потому что есть продюсеры, которые хотят делать контент для телевизора и типа параллельно его пускать в Ютуб. Но вы, наверное, тоже все знаете, что такое не получается. Телек есть телек, Ютуб есть Ютуб, у него свои законы, жанры, удержание зрителя, там сериалить и многое другое. Поэтому не всегда... Ну, у меня одна из задач была адаптировать, например, тот материал, который готовят специально для телека, как-то придумать его адаптацию для Ютуба. Вот 50 тысяч пришло с органики за этот год, потому что набралась аудитория, lookalike, и она собралась у нас на сегодняшний день, похожая аудитория на подписчиков, 3,5 миллиона. То есть рост канала гипотетический до 3,5 миллиона. И это подтверждает, соответственно, один ролик, который 100% сейчас набрал в органике 3,1 миллиона. Этот ролик никогда не продвигался, в нем уже 1 миллион. 129 тысяч подписчиков. 3 миллиона, да, в 129. И он постоянно набирает и приносит, в принципе, основную долю сейчас трафика на канале, вот именно этот ролик, он пока не останавливается. Видимо, зрителям он больше. То есть органика постоянно... Есть ролики, которые ведут постоянную органику, с которой приходят подписчики. Вот это, например, самый пока крутой, он всем понравился, как делаются high-fashion вещи, то есть как они вообще руками производятся. Вот это понравилось зрителю. И так YouTube пришел, и зритель решил, что больше всего такие ролики ему интересны. А еще из лидеров роликов какие? Что зашло? Из лидеров вот это, вот этот, еще, ну, если посмотреть по плейлисту, самый популярный, ну, вот эти два промо-ролика. И один раз я скажу, могу рассказать про свой факап на этом канале. Давай-давай. Вот ролик есть. Как только мы начали перестраивать канал на английскую версию, я еще не успел убрать весь русский контент. И у нас была передача вот с Юлией Началовой. К сожалению, она покинула наш мир, да, в марте, по-моему, этого года. И все телеканалы стали снимать про нее передачи. И у меня аж с 2016 года был ролик, а Юлия Началова ушла в марте 2019. То есть ролик лежал, грубо говоря, три года на канале. Никому не нужен был. Там было, ну, там, тысяча просмотров. Я думаю, ну, была не была. Сейчас я его оптимизну через плагин vidIQ, поставлю тегов, там, все нормально сделаю, оформлю. Может быть, кому-то интересно будет. И так и оказалось, что с тысячи просмотров за март вот эта цифра набралась, там, 868 тысяч просмотров. Это с тех, оно попало в похожее видео, ко всяким телеканалам там. И пришла аудитория, которая, ну, смотрит вот эти мыльные всякие оперы, новости. И в тот момент у меня уже была аудитория lookalike, и вообще было ядро через Google кабинет, я это смотрю, да, на канале. И как только пришла новая аудитория, в порядке 800 тысяч новых зрителей, он мне убил ядро вообще канала. И у меня потом весь апрель органика была на... То есть они еще и подписывались? Они... Ты же говорил, что у тебя lookalike на подписчиков, или на просмотр. Вообще. А кто смотрел видео на канале? Ядро канала, оно определяется вообще от зрителей. И как только пришла новая аудитория, которая не богатая, не интересуется модой, а интересуется новостями, и в этот момент, ну я так понял, я сломал свой, ну не свой, YouTube канал заказчика. Вывод? Вывод я сделал такой, что этого больше делать не нужно. Во-первых, русскоязычный контент. Мы не оптимизируем, мы не больше. То есть я скрыл все плейлисты, то есть после этого я все убрал. Русско, кроме этого ролика, потому что начальник попросил его оставить, поскольку это какой-никакый кейс. Вот. Ну, вопрос. Изменения были только переоптимизация, когда на ролике было 2000 просмотров. Да. И за счет переоптимизации, за счет того, что это стали вообще, как ты сказать, и эта тема всех будоражила, такое событие, только за счет оптимизации произошло вот это. Да, ну за счет того, что были показатели хорошие по ролику, что кликабельность была хорошая, картинки и удержание зрителя. Уже была до этого? Нет. Или сделал? А, то есть ты картинку поменял? Ну, она была в процессе. То есть люди, которые кликали, они, в принципе, смотрели передачу до конца. Вот. Ну, не до конца там. То есть никакого рекламного пинка, чтобы первый не было? Вообще ничего. Просто оптимизировал и забыл. Потом пришел, через три дня и смотрю, у меня попер ролик с Юлей Началовой. Причем это целенаправленно. То есть вывод в том, что надо делать акцент, что переоптимизировать что-то на канале, даже если это одна-две тысячи просмотров, есть смысл, если это может что-то дать. Особенно, если это связано с какой-то… Хаковой вещью, да. Да, то, что тренд… Даже ролик, который вот трехгодичной давности. Вот у меня так получилось. Обалдеть, вот не думал. Хорошо. Но я пробовал до этого другие видео, они не заходили. Но вот одно из там десяти видео, которые я пытался переоптимизировать на канале, которые были старые, зашло. И другой был случай, когда там мировой модельер тоже умер, Карл Лагерфельд. У нас тоже там был ролик, я оптимизировал, но тот не зашел, потому что там он начал его показывать, но он был длинный, какой-то документальный фильм о нем. Ну там мы 26 тысяч просмотров сделаем, и что-то он умер. Не, ну смотри, вот когда ролик имеет одну-две тысячи, если его переоптимизировать, бывает такое, что он вообще и не прибавляется, ни капельки. Но в целом, то есть может быть такого хайпа нету, но чаще всего просмотры за счет переоптимизации, или много было случаев, когда ничего не менялось вообще? Я считаю, ну да, было случаев. Но я тут считаю, что как бы вот этот кейс случился из-за того, что просто было большое количество трафика на именно на эту личность, что все... Тренд. Тренд, да. То есть это как бы хайп, то, что все обсуждают, все выкладывают, все новые-новые, и большое количество трафика вокруг Юлии Началовой. И те ролики, которые он как бы считал, что нужно показать, видимо, и сам YouTube подумал, что ролик хороший, его смотрят глубоко, кликабельность хорошая, давайте мы его покажем зрителям, чтобы зрителям было интересно. И хайп, это не всегда хорошо, к чему мы пришли. и хайп не всегда хорошо, и я говорю, что ну да, и в тренды попадать не всем нужно, и такое тоже не нужно, потому что потом, апрель, по доходу, у меня был голяк, и я лишь оправдался перед руководством тем, что ну зато мы сделали первый кейс, там на 800 тысяч, его никогда на канале не было. Вот, они говорят, ну ладно. Понял, хорошо. А какие еще моменты, может быть, есть с точки зрения, как подписчиков, нашим, нашим подписчикам, как получить подписчиков, кто продвигает в YouTube или из бизнеса компании? То есть трейлер, инструмент, переоптимизация, инструмент, поиск жанров, форматов, это инструмент. Контент, инструмент, да, и инструмент, скорее всего, трафик. То есть если... Раскачка органика. Раскачка, ну и не то, что вообще раскачка, каналов. Чем больше... Вот сейчас я пришел к выводу, к такому, к общему, глобальному, как я объясняю это клиентам стараюсь, может быть, я в чем-то не прав. Вы меня поправите, подписчики, в комментариях, ты меня поправишь. Что самое главное, я понял, и как это у меня работает чаще всего, особенно с кейсом телеканала, что нужно собрать ядро. Если у вас есть связь канала, YouTube канала, с кабинетом Google Ads, то там вы, когда собираете аудитории, вам сразу показывает, какая у вас аудитория собирается на канале, сколько зрителей, сколько подписчиков, сколько лайков, сколько люди поставили репостов на в целом канал, или на какое-то конкретное видео. Эта аудитория собирается, у вас доступа к ней нет, но вы видите цифры. И это важно понимать, цифры сбора аудитории. Потом вы сможете на нее давать рекламу. А самое интересное, это когда YouTube, вот это я называю ядро, когда YouTube сам определяет аудиторию, похожую на ваших, например, зрителей, подписчиков, либо тех, кто делает репосты. Она называется там в Facebook Lookalike, вот, в Google, в кабинете, она вот на русском называется, как список там, типа... Кто смотрел видео на канале. Да, как вы назовете этот список. Кто подписался на канал. И я по этому лишь фундаменту определяю, и так оно и работает, что органика начинает работать с того момента, когда Google Ads, ну, и YouTube, они же в паре работают, искусственный интеллект у них один и тот же, на всех их сервисах, да. Как только он собирает эту аудиторию, как список похожих на подписчиков, и если у него есть мотивация, у вас есть там реклама, уже монетизированный канал, чтобы самому зарабатывать за счет этого, он, конечно же, начнет вам давать органику. Это лично мой вывод. Монетизация, ты считаешь, влияет на то, чтобы больше Google двигал канал по органике? Ну, скажем так, это мое предположение, потому что в официальных источниках нет такой данной, если вы будете... Включена в этом канале монетизация? Да, конечно. На всех роликах? Не на всех роликах, но на тех роликах, которые заходят в органике, она всегда включена. Вот мой вывод, что ролики без монетизации в органике набирают очень сильно хуже, чем с монетизацией. То есть, вот этот канал пока полностью зарабатывает на монетизации от Google. Ну, теперь уже там целый год. До этого, кстати, я когда пришел, он не зарабатывал, не знаю, 200 или 300 долларов, все, за 7 лет канал заработал, а человек постоянно там заливал видосы. То есть, ну, сейчас уже, не могу сказать цифры, но намного уже все веселее. Вот, и уже в органике, то есть, мы прекратили сбор платных подписчиков, тоже может быть интересно, в сентябре, и выполнив KPI уже года в сентябре, я отключил платную подписку, вот эти промо-ролики на весь мир, и с этого момента там вот уже пошла органика, вот там 14 тысяч, это вот уже собралось на полной органике, без какой-то либо поддержки рекламы, то есть, сейчас канал уже работает как актив, каждую там неделю прибавляется по 1000 подписчиков. Похожая аудитория, если не ошибаюсь, он автоматически создает, это не мы на это влияем, правильно? похожая аудитория создается только, мы не можем на это повлиять. Если у нее недостаточно данных, если у вас там 10 подписчиков пока определилось, в основной аудитории, то с этих 10 подписчиков Google никак не соберет похожую аудиторию. Вполне возможно, опять же, официальной информации нигде нет у нас этого, что так же работает, ну я так сделал свою гипотезу, и в принципе она у меня на работе подтверждается, что так же мыслит и сам YouTube, что раз у вас мало подписчиков, я пока не знаю, кто ваш зритель, у вас то с этого пришел, то какой-то ваш друг пришел, посмотрел, он вообще интересуется там другим, то вы где-то там заказали там какую-то накрутку, вообще непонятные люди, и он растерялся, не поймет, кто же ваш зритель, кому же показывать ваши видеоролики. Ну вот. И ты ориентируешься на цифру, когда возникает эта аудитория автоматически, ты говорил там 3,5 миллиона, то есть чем она больше, тем больше Google находит этих связей, видит, что это единые интересы, и может расширять аудиторию, правильно? Да, то есть Google понял, что наша аудитория, по факту, это 3,5 миллиона, он определил, то есть окей, ну нам достаточно, наверное, для нас пойдет, если будет 3,5 миллиона подписчиков в скором времени на канале, ну, я думаю, что никто не будет грустить, поэтому, но мы пока вот 3 миллиона собрали органических просмотров, ну, хотя бы уже тоже неплохо, учитывая, что CTR, да, из показов в просмотры, там, примерно 5%, да, то есть уже, как минимум, YouTube сделал огромнейшую работу, он эту всю аудиторию добил до того момента, что она, ну, что каждая из этой аудитории уже посмотрел точно этот ролик. Зачастую, стартовая раскрутка канала через Google рекламу, она дорогая до тех пор, пока не найдешь look-alike. Вот, как я говорил, что мы сократили стоимость подписчика, когда на look-alike перешли, ну, это, как бы, такой лайфхак, это не секрет, в принципе, да, я им делюсь, но иногда бывает, ну, про блогеров я тоже, клиенты часто спрашиваю, а давайте мы сделаем у блогеров, и у меня, в принципе, сформировался стандартный ответ и закрытие всех возражений того, что, да, блогеры иногда работают очень хорошо. Допустим, один из кейсов блогера, который я помогаю, это вот Джон Коннор, у него канал с альтернативной истории, уже 150 тысяч подписчиков, чуть больше, чем за год он собрал. Да, кстати, я сразу приглашаю на канал Димы, потому что там рассказывается и про этот кейс, и очень много полезных роликов, то есть все, с кем я общаюсь, я всегда рекомендую, приходить смотреть, подписываться. Как он 150к собрал подписчиков через поддержку блогеров, у меня на канале, я тогда не буду его здесь сильно пересказывать, ты тоже его видел, да, наверное? Да, конечно. Поначалу в Google Ads таких цифр вы просто, если в России, точно не достигнете. 6 рублей подписчиков, это очень бюджетно, то есть при средней цене за подписчиков где-то 60 сейчас по рынку, да, если не ошибаюсь? У нас получается, да, от 30 до 60 с трейлеров, примерно, вот такие вот моменты. На некоторых каналах соточка. У нас, например, на ведущем канале по видеомаркетинге очень узкая тематика трейлер, но он, правда, удлиненный, надо его немножко сокращать. Вот 90-100, 90, не хочет уменьшаться, а на других 35 нормальный. А блогер, это возможность, это игра в рулетку в какой-то степени, но это возможность. Я тебе дам совет, как сократить тебя подписчиков. Отлично. Да, я одно время экспериментировал на своем канале, у меня получилось по 35 рублей подписчиков. Круто, круто. Но я потом, ну я, то есть там 30 тысяч потратил на рекламу и перевесил, потому что мне не нужно, мне стали много звонить людей, клиентов, мне это, ну, как бы, я проэкспериментировал на своем канале, чтобы, типа, ну, я года два вообще работал три без канала, у меня даже своего канала не было, ничего. Мне все время говорят, ну, типа, сапожник без сапог. Я думаю, ну ладно, заведу канал, неохота так снимать эти ролики, потому что всем делали. да. Ну, короче, сделал канал, и там 30 тысяч рублей вот я положил в свой канал, получается, и поэкспериментировал разное. И вот с одного вот этого ролика у меня по 35 рублей был подписчик. Ну, например, если вот вы узкоспециализированный специалист, как я, как Михаил, да, и если очень узкая ниша, то YouTube не собирает вам аудитории. Ну, по факту вы не знаете, кому вот показать ваш видеоролик. И есть там аудитория типа бизнеса, всякие разные. Вот ты как делаешь таргетинг? Таргетинг, ключевые слова, похожи аудитория на тех, кто смотрел видео, как ты используешь. Они лучше себя, работают всего. Я тоже сначала, вот у меня получилось это 67 рублей, я сначала с первого таргетинга, когда вот, типа вот так вот, пушкой в воздух. У меня даже по 67, ну, где-то было 90, где какие-то аудитории с трём, ну, типа просто бизнес. С НДС считаешь? Без НДС. Я считаю всегда без НДС. привык. Ну, надо же отчитываться. Точно? Окей. Ну, у меня по-другому привык. Ну, в общем, это без НДС, да, мы говорим про цифры. Я лично говорю. НДС, я всё время считал 20%, на самом деле 16, и 67, 77, что-то такое. А как так получается? Ну, я просто, если в Google Ads в кабинете посмотрели, сколько списывается на НДС от общего суммы, которую мы положили на канал, мы посчитали, что это 16,7, и мы всё время обманывали и писали, что 20. очень долго писали, да. И я просто на себя решил, вот как бы, как я могу помогать клиентам, то есть, если у меня даже своего нет, кейс. Я сделал, настроил рекламу, там, тест, два, тест, пять, тест, да, там, потратил, там, 30 тысяч рублей, вышел на сумму 35 рублей за подписчика, без НДС, и, и меня это удовлетворило, думаю, хорошо. Раз, тест, два, тест, три, тест, еще раз, что за тесты? Ну, тестировал, там, бизнес, аудитория. разную аудиторию тестировал. Да, один и тот же ролик. А ролик, один и тот же ролик, ты пытался ролики разные? Другие ролики доделал, всегда был хуже результат, именно вот этот ролик, где без меня, без моего лица, ролик заходил лучше всех. Это и как трейлер он закрывает на подписку чисто? Или это как полезный ролик с советами? просто как полезный ролик. А, это даже, а трейлер пробовал именно чисто на подписку? Нет, не было даже у меня трейлера. А, я пробовал, у меня есть трейлер, где просто в формате бампер-эдса, 15-секундный ролик, где просто я представлен как специалист, я, по-моему, его делал там на лук и лайк, тоже на поиск. Я платил тоже, это делал тоже тест, с него ко мне пришло там 3 клиента, и это заработал. То есть я потратил не так много денег там, но 3 клиента я с него закрыл, он вне доступа канала. А там закрывал на что? Именно на... просто делал на широкий охват. Нет, а имеется в виду, какое было действие человек совершал? Никакое. Я закрывал потребность в узнавании себя как бренда. То есть момент, как ты понял, что 3 человека к тебе пришло? Именно с этого ролика? У меня там была кнопка с этого ролика, она... Я встроил ту кнопку, как это, сервис для инстаграма, когда мини-лендинг такой. Ага, понял. Вот, и когда на этом мини-лендинге была бесплатная консультация, и там люди заказали бесплатных консультаций, там порядка там 7 или 8 штук, три из них захотели... И трафик ввел столько с ютуба, чтобы ты мог опросить. Да, да, у меня только с ютубом. Вот, ты ввел на лендинг, который сконверти... Все, тогда понятно. Да, да, но не скажу по цифрам, сколько мне стоило там конверсия, это я не считаю. Кстати, а ролик это посмотреть возможно? Оно по закрытой ссылке, я могу тебе прислать его, да. Да, хорошо. Моя цель даже не была, знаешь, этого ролика, клиентов все найти. Я понимал... Узнаваемость. Первая штука воронки, горлышко воронки, это узнаваемость, чтобы просто знали, что здесь такой Дмитрий Гуров, он специалист по ютубу и по гугл видеорекламе. Все, как бы, кому надо, они там могут как-то найти. Окей. У меня очень много тебе вопросов, я вижу, что еще есть чем поделиться. Но это в следующий раз. И в том числе и по видеорекламе, поподробнее, по рекламным роликам. Еще встретимся. Да, да, да. Вам если тоже какие-то вопросы интересны, задавайтесь... Пишите в комментариях. Разобрать. Конечно, будьте на виду. Отлично. И ютуб помогает это делать лучше всего пока и дешевле. Хорошо.